Всем привет! Меня зовут Хатуна и прежде всего я желаю всем море классного, хорошего настроения. Я направляюсь на рынок. Я обожаю рынок, особенно, знаете, вот этот отдел, где орешки, пряности, зелень. Ко мне присоединится Мишутка, старший сын, а муж поехал за младшими детьми двумя, Викторией и Елисеем. Сегодня они приезжают с лагеря и настроение у меня супер. Сейчас я присяду. Настроение у меня супер, только по той причине, что Михаас и Миша, ну муж и сын, решили, что, мам, не надо ничего готовить, давай закажем сет суши и пообедаем в суши. И это классно! Не то, чтобы я не любила готовить, но хочется отдохнуть. Все, я на рынок за покупками. Миша, постригся и не показывай мне как. Покажи. Ты снимаешь? Да, покажи. Ты не снимаешь. А, кого ты разводишь? Покажи. Давай я тебя буду снимать. Подержись. Миш, покажи. Ты как лысый? Почему? Почему? Почему, Миш? Зачем ты так подпишешься? Да потому, что захотел так, мне надоело длинные волосы. Мне так нравится. Я реально классно так выгляжу. Я пацан, я пацан, у меня через два месяца отрастет опять. Зачем? Пошли искупляться. Молодой пацан, а ты ноешь, блин, это волосы, они отрастут. Там вино домашнее, брат. Они отрастут через два месяца. Ну зачем, Миш, зачем? Ты был ребенок, как ребенок, зачем? Я сейчас ребенок нормальный. Парень молодой, красивый. Зачем? Ну, Миш, ну зачем? Просто зачем? Успокойся, если у тебя какие-то дебильные ассоциации с этим, то я не виноват. У меня нормальный ассоци... Хорошо. Я тоже так постриглась. Расстроил меня, дальше некуда. Только сидела и радовалась жизни. Я не знаю, почему мама так реагирует на эту прическу. Потому что это не красиво. Потому что это волосы. Потому что это какой-то стиль детей, которые не особо нормальные. Это у тебя ассоциации такие. А у меня не такие ассоциации. У меня эта прическа ассоциируется... Хорошо, для тебя это красиво? Это обычное, это пацанячее, это нормально. Спортивная прическа, ничего не мешает. Хорошо, почему после останавливаться у тебя тяга есть, вывести прыщи, а у тебя тяги нет? Есть. Что ты для этого делаешь? Подавлю их, мажу масками. Ты реально прыщавый, лысый, худой, судучийся. Я вообще-то спортом заниматься начинаю. Вот, смотри. Миш, не смеши и не огорчай ее. Что ты снимаешь? Мне даже не видно. Видно. Сейчас мы с Мишей приступаем за генералку по квартире. Будем убирать. И потом я пойду встречать Викусю с Елисеечком. Поснимаю, наверное, встречу и соскучилась за ними. Вот двое деток нету дома. Кажется, что как-то вообще... Вчера говорю мужа и Михася, спрашиваю, что будете ужинать? А они говорят, ничего не хотим. Михася вообще, я обедать не хочу. Я себе буррито сделаю. Муж говорит, пошли чаю попьем. И мы вот как-то... Я вообще не представляю. Прям полупустой дом. Все, принимаемся за уборку. Вот я уже вышел с дома за... Для того, чтобы встретить папу с Елисееми Виктории. Они уже подъезжают. Сейчас встретимся. И это, знаете, такое два в одном. И заснимаю реакцию и на стрижку. Ну и мама просто попросила поснимать. А мама дома прибирает кухню. Ну и плюс, а то это там параллельно. У нас вообще мама самая лучшая. Ты дебил. Что, что, что? Ты дебил. А я мне кофе, я так устал, что... Даже так тебе дебил. Ты дебил. Как ваши дела, как доехали? Хорошо. Вот ты вообще-то тут. Слышишь голос? Слышишь голос? Миша! Слышишь голос? Слышу. Кричал? Да. Болел? Нет. А что, что кричал? Потому что нужно было кричать. Кричал. Понятно. Как ваши впечатления? Классно. О чем? От твоей стрижки или от лагеря? От лагеря. Вот у меня сейчас в голове так и ты. Сейчас я тебя закрою так. Давай, смотри. Ну ладно, что, сейчас посуши и домой. Так вообще я их на 4 часа заказывал. Я думал, вы чуть-чуть... Папа сказал, что вы приедете через 3 минуты. Я думал, пока от ЖД дойдем. Я думал, я успею дойти до ЖД. И мы пока дойдем до суши, то заберем. Может, это будет делать? Может. Поэтому сейчас мы пойдем за... Приехали они. Вот они стоят. Я маме так и сказал, что сейчас первое самое, что будет, это Иктория будет рассказывать о том, какой я дебил. Мама знала, что по-кришке? Нет. Сейчас мы будем... Сейчас мы будем идти за сушами и... Домой. Почему ты так коротко подстригся? Да. Здорово. Идем домой. И мы вспоминаем то, как мама раньше боялась отпускать нас в лагерь так, что... Вообще не отпускала. Что даже сама хотела устроиться туда каким-то помощником, работником или еще кем-то. На кухню. На кухню, да, устраивалась. Там куда еще. Да даже уборщица она была готова поехать, но чтобы ее детишки были рядом с ней под мамкиным крылом. А сейчас уже так свободно и в весняный лагерь, весняный, весенний лагерь и в летний лагерь. Все потому, что сейчас такие лагеря, что вообще не страшно отпускать. Но есть одна особенность. Необычные лагеря, знаете, в обычных лагерях мама нас не отпускает. Вот христианские, да, христианские лагеря это тема. Да, Иктория? Да. Что? Не шаркай. Ну, уже поднимай, пожалуйста. Как бабка старая. Да, видите, его слышишь. Вот реально он слышит. Иктория идет. Окей, официанская игра, да. Это тема. Вот забрали мы уже суши. Сейчас будем идти домой. И хавать. Кушать, а не хавать. Идем домой, сейчас купим колу и сока, воды наберем и домой. У нас в лагере, короче, один из вожатых говорит. Ооо, моя лица. Довольная? Ага. Устала вообще? Да. Все, мы будем кушать. То ли обед, то ли ужин. Такой поздний обед. Приятного нам аппетита. Вот такое изобилие всего. У нас как ковер. У-у-у-у-у. Лысый красавчик. Пахнет очень вкусно. Лысый красавчик. Я к вечеру приехала на набережную. Вообще, если честно, я люблю вот так вот уединиться, посмотреть на воду, наверное, проанализировать то, что было, то, что там за день было, за неделю. И я так отдыхаю. Смотрите, как красиво. Так тихо, умиротворенно. Но не очень. Потому что сразу ты всем нужен. Тут такая отмель. Вода отошла. Там солнце садится. Очень красиво. Чайки курлычат. Кто-то даже рыбачит. Уже день подошел к концу. Я покажу, что я еще вечером сделала, засолила скумбрию свежую. Получается вот так вот в бутылке. Рассол здесь из чая и луковой шелухи. Ну и там рекомендуют в бутылке вот так вот в пластиковой делать, для того, чтобы потом посуду не мыть, банку, не знаю. Ну и плюс она в длину так вот хорошо просаливается. Этот рецепт я взяла на канале Ольги Матвей. Там очень такие, знаете, хорошие рецепты, практичные. Те, которые съедобные. А не то, что я на днях посмотрела рецепт плов из субпродуктов куриных. Это какой-то стеб над зрителями. Рис не моют. Ну, девочка готовит, рис не моет, желудочки не чистит, печень жарит вместе с сердечками. Ну, бред. Потом-то я сейчас уже, конечно, начала разбираться, что реально некоторые блогеры снимают видео для стеба. Знаете, вот давайте, чморите меня, пишите. То есть это как вызов, как провокация. Но на канале Ольги Матвей там такие, знаете, вообще качественные, классные рецепты. Я очень много беру оттуда, готовлю для семьи. Там очень-очень вкусно. Все, накрою фольгой. Вообще нужно оставить на три дня. И как раз вот получается каторнику будет рыбка, каторшечка. Собственного, так сказать, домашнего соления. А я буду прощаться уже, потому что все. Хочу уже отдыхать, сделала селаты. Сяду смотреть кино, вязать. Всем спасибо, всем пока.